Адгур Ардзенба, начальник отдела внешнеэкономических связей в Министерстве экономики Абхазии. Мы позвали его к нам в студию рассказать о том, как именно распределят 1 миллиард 200 миллионов рублей. Деньги, которые готовы выделить российские банки на развитие абхазского бизнеса. Адгур, добрый вечер. Сразу первый вопрос. Почему Россия изменила формат взаимоотношений с Абхазией? Добрый вечер всем. Добрый вечер, Эзида. Спасибо, что пригласили. Если говорить о формате в целом, то вы знаете, что те деньги или та помощь, которая оказывалась Абхазии за последние годы, она значительного экономического эффекта не оказала. Если говорить о деталях, цифрах, то яркой иллюстрацией являются итоги внешнеэкономической деятельности. Валовый внутренний продукт. Практически структура экспорта нашего не изменилась. Мы как вывозили мандарины и вино, так сейчас и вывозим. Если говорить о импортозамещении, мы не создали ни одного предприятия, которое работало бы на замещении импорта. А почему не было эффекта? Это результат тех коррупционных схем, которые были задействованы? Или какая-то другая причина? Эффекта не было, потому что деньги направлялись в те сферы, которые не увеличили налогооблагаемую базу. Не создавались предприятия, не строились заводы, строились социальные объекты. Социальные объекты не могут приносить деньги или работать на импортозамещение. Нынешняя политика – это предложение, собственно говоря, России или это инициатива Абхазии? Это инициатива абхазской стороны, потому что вы знаете, нынешнее руководство, будучи в оппозиции, они всегда об этом говорили, то, что нужно деньги направлять на развитие. И вот сегодня под личным руководством, контролем президента нашей страны Раула Джунковича Хаджимба эти вопросы прорабатываются, эти вопросы обсуждаются, это нелегкие процессы. Сейчас тоже они идут, и мы надеемся на положительные результаты. Кому и на каких условиях предлагаются эти? Собственно говоря, речь идет не об инвестициях, речь идет о кредитах. На каких условиях предлагаются эти кредиты? Сама система кредитных возможностей в августе прошлого года была создана в Москве инвестиционное агентство. Это такой инструмент, который позволяет нашим бизнесменам получить довольно льготные кредиты в российских банках. Под какой процент? 10% годовых, сегодня такая ставка, несмотря что учетная ставка увеличилась в России, пока так сохраняется, такая на таком уровне ставка. И условия, критерии таковы, что до 10% заявленной стоимости проекта должно быть у вас, то есть в виде финансовых средств. И кредит можно получить до 300 миллионов. Это то, что мы сейчас знаем. Кто будет решать, какой проект пройдет, какой проект не пройдет? В конечном итоге, конечно, будут решать в Москве. Тот, кто получит кредит или не получит, будет решаться в Москве. То есть никакой отбор Министерство экономики не берет? Вы выполняете роль просто людей, принимающих проекты? Принимаем, но в то же время мы, конечно, рекомендуем на первой стадии, это самый главный критерий любого проекта, это его эффективность и жизнеспособность в условиях Абхазии. Пока конкретной стратегии нет, есть общие направления, это сельское хозяйство и туризм. Какое количество проектов и на какую сумму уже поступило? На сегодня уже поступило около 60 проектов общей стоимостью свыше 4,5 миллиардов рублей. А, Горя, я хочу, чтобы Вы рассказали нам о проекте, который очень интересует общественность Абхазии. Это проект, который получил название «Морковка». Ходят слухи, что за проектом стоит бывший министр экономики Кристина Асган. Насколько это правда, насколько это соответствует действительности? С этим проектом я знаком, больше года я им занимался в силу своих служебных обязанностей. Приезжали люди, которые хотели реализовать на территории Абхазии данный проект. Идея заключалась в том, чтобы замещать импорт в Россию моркови. В определенные месяцы морковь там не может выращиваться по природно-климатическим условиям. На сегодня данный проект к нам в Министерство экономики не поступал. Мы его не рассматривали в числе проектов, которые претендуют на получение кредита. А вот Вы мне скажите, если мы ведем речь о проектах, из какого района, из какого региона поступило больше всего? На сегодняшний день наибольшее количество проектов поступило из-за Чемчирского района, более 20 проектов. На втором месте около 16 проектов Сухумский район, Гулрыбшевский район, Творчалский район. Очень мало проектов поступило из Гудаутского района, к сожалению. И мало проектов получило из Кагринского района. А на какую сумму, вот если брать все проекты, которые поступили, на какую они сумму? Около 4,5 миллиардов рублей. А какой самый дорогой проект? Самый дорогой проект сегодня из тех, которые к нам поступили, это проект по переработке мусора. Это 1,3 миллиарда рублей. Но там, сейчас мы занимаемся этим проектом, там они предполагают... Но это нужно для Абхазии проект. Очень нужный проект, это исключительно нужно нам проект. Уже многие годы об этом мы говорим и никак не можем его построить. Данный проект предусматривает возможность участия иностранного инвестора. То есть, помимо того, что они получат кредит, они хотят еще привлечь иностранного инвестора. Да, то есть, если в какой-то форме государство или в виде кредита льготного, или субсидирования окажет до 30% помощи, то у них, по их словам, есть инвестор, который будет вкладывать остальную часть. И вот еще вопрос, который интересует, я думаю, тоже, наверное, всех. У нас печальный такой опыт, когда люди берут кредиты и не возвращают. В данной ситуации кто выступает гарантом тех кредитов, которые получают наши бизнесмены? Здесь принципиально понимать, что государство в данном случае не является каким-то гарантом в получении этого кредита. Соответственно, оно не будет отвечать. Здесь нет речи о государственном долге, как это было с железнодорожным кредитом и с межбанковским кредитом. Государство здесь лишь заинтересованный посредник. Наша заинтересованная часть заключается в том, чтобы эти проекты были реализованы на территории Абхазии. Залоговым обеспечением кредита будет являться сам проект. Вот в случае, если юридическое лицо не вернет эти деньги, последствия будут в том, что данный реализованный проект перейдет в собственность того банка, который выдал кредит. Более того, хочу сразу предостеречь всех, это российские банки, довольно серьезные организации. Это не наши банки, где, вы знаете, много кредитов было не возвращено. И люди без последствий, спокойно сегодня. Там будет совершенно другая история. Поэтому всех... Мы отдадим своих граждан? Дело не в том, что мы кого-то будем отдавать. Просто наверняка это будут какие-то меры предприняты, связанные с тем, что человек не сможет выехать за пределы Абхазии и так далее. По сути дела, это кредиты для богатых. Вы с этим согласны? 10% от стоимости проекта сегодня заложить в проект может не каждый? Согласен с этим. Но не так, можно сказать, не для богатых, а для тех людей, которые уже чем-то занимаются и довольно успешно. То есть это тот бизнес, который на территории Абхазии уже работает несколько лет. Но у него нет возможности кредитоваться, то есть реинвестировать. Свои собственные средства он не может, потому что у него нет достаточных финсредств. В наших банках он кредит получить не может. Поэтому для них это окно открывается. И последний вопрос. Степень прозрачности, на которую вы готовы. Мы будем знать об этих проектах, мы будем знать об этих кредитах. И каким образом мы будем об этом знать? Все проекты. Средством сайта вы будете часто выступать на телевидении или еще что-то? Во-первых, мы готовы всегда отвечать на те вопросы, которые возникают в средствах массовой информации. Во-вторых, конечно, мы и сами будем публиковать все проекты, которые к нам поступают. Более того, мы в ближайшее время будем опубликовывать критерии отборов, которые поступят нам из Москвы. И мы будем максимально прозрачно все механизмы показывать. И каждый должен знать, кто получил деньги, почему кто-то получил, а кто-то не получил. То есть мы максимально постараемся сделать и снизить уровень недоверия в обществе к тем вопросам, связанным с финансовой частью. Адгур, спасибо вам за интересную беседу и доброго вам вечера. Спасибо еще раз, что пригласили из Ида. Доброго вечера всем. Субтитры сделал DimaTorzok